Дорогие зрители, простите, что я все время рассказываю о себе, сбиваясь на эту землю. Такая это земля. Если она растет в тебе, значит и ты растешь. Если она погасла, гаснешь и ты, писал чилийский поэт Пабло Неруда. Да и сам термин «культура» земледельческий означает «уход за землей», «возделывание земли». Сегодня мы с нашей гостьей, Абрамовой Надеждой Васильевной, попробуем разобраться, как же наших детей приобщить к высокой, большой многовековой культуре. Надежда Васильевна, скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь как педагог с детьми? С 94-го года. Большой срок уже, да. Я раньше работала по другой специальности, а потом вот так сложилась моя судьба, что я неожиданно поменяла профессию и не жалею об этом. Потому что работа с детьми – это счастье, это удовольствие, это большая награда в жизни. И само занятие вот этим творчеством тоже приносит большую радость. Скажите, а возраст детей, с которыми вы работаете? Ну, у нас возраст, в общем-то, начиная с 6-го класса, потому что специфика работы с кожей, она предполагает уже ребенка более такого зрелого, умеющего работать руками. Это все-таки технологии уже сложные. Да, это более сложные технологии. Есть, конечно, направления, более требующие исполнительской какой-то деятельности, например, рукоделие, которое я тоже преподаю. А кожа – это более творческое такое занятие. И поэтому вот именно к этому возрасту ребенок уже как бы созревает и психологически, и физиологически, и ручки у него становятся более такими умелыми. И поэтому вот только вот такой возраст позволяет делать какие-то интересные работы с детьми. Вы знаете, есть два таких больших подхода к обучению ребенка – это заразить собственным опытом, да, чтобы у тебя внутри была собственная искра, от которой может загореться творческое пламя ребенка. И трудно, наверное, в наших условиях сохранять такое жизнелюбие, оптимизм. И работы ведь должны быть очень интересными с точки зрения сегодняшнего дня, правда? Да, потому что, конечно, именно вот настроенность, состояние самого педагога, насколько ему самому это интересно, оно передается и ребенку. Кроме того, передается его как бы уровень, это на незаметном каком-то плане, но это тоже влияет на ребенка. Насколько сам педагог, ну, как мастер он состоялся, и это вот его как бы состояние мастера, оно передается детям и невольно как-то воспринимается ими. Вы знаете, вы сейчас сказали фразу, что человек должен расти, да, вместе с ребенком, и его собственный рост, он как бы стимулируется, работая с детьми, правда? Да, потому что если ты сам не растешь, то и не будут расти дети, которые тебя окружают, потому что именно твое развитие... Они просто не придут на занятия, да? Именно твое развитие, оно именно способствует интересу детей, потому что, ну, конечно, основным как бы источником идеи является педагог. Он предлагает ребенку какие-то определенные направления, подыскивает индивидуально для каждого его как бы, учитывая его особенности, подыскивает тот материал, который ребенку будет и доступен, и интересен. То есть он вовлекает как бы ребенка в круг своих, да? Да, идет процесс вовлечения, да, именно интересы, вовлечения. Кожа такой специфический материал, но дело в том, что он настолько тесно связан с историческим костюмом, ведь работать с кожей начали 25 тысяч лет назад, может быть, даже и больше. Да. И очень многие изюминки современных дизайнеров, они корнями где-то лежат вот в том далеком прошлом. А как вам удается использовать исторический материал на ваших занятиях? Ну, исторический материал у нас в основном, это вот, когда мы начинаем работать с браслетами, например, мы используем старинные плетения. Ну, всем известно такое, как кучерское плетение, афганское плетение, вот сами названия, они уже говорят об истории. Вот. Кроме того, когда мы делаем такие изделия, например, как кошельки, сумочки небольшие, мы стараемся использовать народные орнаменты, как аппликации, как вставочки небольшие. То есть, вот именно в этом ключе. Ну, потенциально столько возможностей ребенка познакомить с миром культуры, рассказывая, допустим, технологию изготовления кошелька или сумочки, очень интересно прочитать, дать им возможность познакомиться с литературой, где сказочные персонажи играют, помните, сума, двое из сумы, да? Прочитать сказку, найти пословицы и поговорки о этих предметах. Если браслеты, то это магическая совершенно форма круга, которая в историческом костюме еще сопряжена с сакральными какими-то вещами, да? Это оберег, и каждый орнамент тоже имеет какое-то свое значение. И ребенок понимает, насколько он не одинок в творчестве, что люди, которые жили много-много лет назад, в принципе, были достаточно умелыми, и у них есть чему поучиться, правда? Да, конечно, потому что и орнамент, узор какой-то, все это имеет определенный символический смысл, и ребенок к этому смыслу приобщается. То есть, вот символика народного творчества, она тоже как бы используется на наших занятиях. Дело в том, что у нас есть несколько слайдов, которые показывают опыт мастеров из города Клин, как они интересно работают с детьми. Они знакомят их с ткацким станом. Вы видите на стане солярные знаки, солнечные, да? И ребенок с удивлением сначала смотрит на это сложное приспособление, которое притащили своим собственным, на своем, я не знаю, в разобранном виде на машине из Владимирской области. Ему 150 лет. Потом следующий слайд показывает, как заправляются нити, и из-под рук мастерицы выходит удивительное, что-то остро-современное. Потому что в Икеа, например, очень часто мы можем увидеть тканые половички, которые в современном интерьере занимают достойное место. И вот девчонки, современные девчонки, они знакомятся с традиционным костюмом. Они начинают сами заправлять этот ткацкий стан, с ним разговаривать, потому что он действительно живой, он скрипит так музыкально. Я сама попробовала на этом стане работать. И вот уроки народной культуры для современного ребенка, они становятся просто вот сказкой. Одели девчонку как царевну, посадили за ткацкий стан, рассказали о каждом смысловом значении орнаментов. Ребенок заправляет этот стан, и мы сейчас увидим, что же они делают. Это может быть просто интерьерный какой-то элемент. А вот следующий слайд, это удивительно современные сумки, которые девчонки делают собственными руками. Спасибо. Дело в том, что с одной стороны это очень тесная связь с традициями, а с другой стороны она продолжает звучать в современном совершенно дне. Да, народное искусство, оно неисчерпаемое. Оно как бы кладезь для современных художников. И современный художник, он черпает оттуда и идеи, и какие-то технологии. И как бы вот сам дух народного искусства, он передается и в современных изделиях. Знаете, дело в том, что сейчас, мне кажется, главная задача педагога оторвать просто ребенка от компьютера и дать ему в руки что-нибудь такое полезненькое. Да, потому что его неприспособленные ручки порой не могут даже узелочек завязать на нитке. Да, я с такими вещами сталкивалась, что ребенок не может иголку держать в руках, не может узелок завязать, не может сделать какие-то простые стежки, вышивки. Это, конечно, грустно. Дело в том, что раньше предмет, который сейчас называется технология, назывался творческий труд. И мне кажется, вот это название, оно больше даже подходит. Потому что сейчас педагоги развлекают детей на уроках, в игровой форме начинают вводить какие-то сложные понятия. Но ребенок, который умеет и хочет трудиться, он просто немножко по-другому и к другим предметам относится. Да, человек, который может создать своими руками что-то, он не может быть разрушителем, он может быть только созидателем. И он уважает и труд других людей, он уважает природу, потому что природа является источником нашим. И вот приобщение именно к творчеству имеет такое духовное значение для детей. Конечно. Дело в том, что есть такие немножечко с иронией, с какой-то поддевкой. Костюм традиционный, он, конечно, не для нашего дня, не для современного города, он не урбанистический. Он аутентичен высокой траве, зеленым березам. Красный сарафан органично дополнялся зеленым цветом листвы, деревьев. И вот мы видим потрясающие совершенно костюмы. Деревня называется «Сумерки» Рязанской области. И мы видим, как органично женский образ дополняет все, что его окружает. Правда? Да, очень красиво. Да, тканых орнаментов. Они играли для женщины не только обереговую функцию, но они еще и рассказывали о самой женщине, когда она, не раскрывая рта, на ярмарке могла рассказать, из какой области она приехала, даже из какой деревни, сколько у нее детей. Первый год она замужем или уже достаточно давно. Потому что такие яркие костюмы праздничные могли носить только девушки до замужества, либо первый год до рождения первенца. Потом декор потихонечку уходил. И вот современные девочки, которые используют фольклорные элементы в сценическом костюме, но они с такой любовью сделаны собственными руками девчонок, что, я думаю, такой цветок, в общем-то, порадует. Да? Да, очень красиво. Если встретиться с такой красотой, ощущение счастья и радости останется надолго. И эти удивительные девочки, они показывают, как творчески можно переработать уже слишком традиционный орнамент, да? Ведь они уже несли нотку своего творчества сюда, да? А вот ваши девочки, они приходят уже с готовыми заготовками, их идеи? Или вы даете им возможность познакомиться с каким-то иллюстративным материалом, что-то почитать? Вы знаете, я вот в коже избегаю давать какие-то готовые образцы, чтобы ребенок не шел по этому пути. Задача моя, как бы, вот, научить ребенка, ну, немножко фантазировать, искать какие-то свои внутренние идеи. И когда мы, например, выполняем украшение, то там дается такое задание придумать это украшение сначала как бы в образе, в голове. Образное решение, это очень важно, да? Да, вот. Это, правда, непростой путь, потому что ребенок, ну, готовлю я им, как бы, даю подготовительные такие этапы, как это делается, а потом уже вот это вот основное занятие. И затем каждый вот берет эскизы и начинает рисовать то, что приходит в голову. И таких эскизов много. Поиск формы, да? Да, ищется форма, потом уже цвет мы, естественно, в коже подбираем. И вот этот вот поиск, это замысел такой, очень интересен, потому что дети никогда этим, мне кажется, нигде не занимаются. Потому что эта вот образность, она не свойственна нашему обучению в школе, во всяком случае. И когда много-много выходит вот этих как бы рисунков из-под руки ребенка, мы выбираем самый интересный. И я спрашиваю, вот тебе нравится то, что мы отобрали? Да, нравится. И тогда вот на основе этого замысла начинается работа. Причем вот подготовительный этап, я им как бы говорю, вот вы смотрите на улицы, идеи. Они могут быть в любом месте. Там лист какой-то упавший с необыкновенной раскраской. Увидеть просто красивое. Да, какое-то необыкновенное сочетание цветов. Или же вот в книге вы увидели какой-то интересный для вас образ. И это потом может войти и в вашу картину, и в ваше украшение. То есть вот образцов все-таки таких готовых, на мой взгляд, лучше детям не давать. Потому что это мешает фантазии воображения. Он воспроизводит, да? Хотя воспроизведение – это первый этап развития воображения. Воображение бывает творческое и воспроизводящее. Воспроизводящее крайне необходимо ребенку начальной школы. Почему? Он должен правильно воспроизвести план, схему, начертить чертеж, копирование, допустим, переписать полностью какой-то отрывок. Это как бы подготовительный этап. Но если не будет следующего шага, если ребенок не научится делать небольшой шаг в сторону, в сторону творческого, неизведанного, такого, чего не было до него, то он остановится. И вот есть современные мастера, зрелые, которые выполняют потрясающие вышивки, но только если им предоставляется точное подробное изложение. И вот, кстати, в Германии мы разговаривали с мастерами лоскутными, и они как раз говорили, что недостаток творческого воображения в детстве ограничивает возможности уже во взрослом. Взрослые не могут бояться, бояться творить. Да, им не хватает, видимо, смелости, потому что не было вот этого вот в детстве попытки создать образ художественный. Но именно сам художественный образ является основой творчества для ребенка. И воображение есть у каждого человека, но надо его как бы вытащить. Освободить. Освободить. Крылья ему дать, да? Да, дать фантазию ребенку или там взрослому человеку. И тогда он сам удивляется, откуда это у него что берется. А где-то это все внутри заложено. Это просто надо извлечь. И дать уверенность в том, что ты можешь сам это сделать, не обязательно копировать какие-то образцы. Дело в том, что я преподаю во взрослой студии, где занимаются уже взрослые люди. И когда ты немножко подсказываешь, говоришь, Леонардо да Винчи советовал начинающим художникам разглядывать облака или потрескавшуюся стену. Этот способ, кстати, и использовал педагог Сухомлинский. Он говорил, путешествуйте по облакам, разглядывайте там, я не знаю, тычинки, пестики у цветов, и вы увидите, как мир прекрасен. И люди начинают вот к этим мелочам присматриваться. Они раньше могли пробежать и просто толкнуть, я не знаю, там ветку какую-то сухую ногой. А можно увидеть, насколько красивая форма, интересная. Может быть, это ручка для сумки для будущего, да? Конечно, конечно. Это вот пристальное внимание к жизни, к бытию. Это вот как бы ценность жизни в мелочах, в простоте. И вот это вот и даёт потом, является источником образа и воображения человека, и ребёнка. Ну, это вот всё надо как бы извлекать. Вы знаете, я вспомнила древнюю легенду о возникновении Каринфской капители. Это описано в какой-то очень-очень старой книге. Шёл художник, увидел, что куст чертополоха пророс через брошенный кем-то керамический сосуд. У него, видимо, была трещина или дыра, и через него вот эти потрясающие, с нашей точки зрения, художественные. Но куст чертополоха вряд ли кто-то назовёт красивым. А художник эти резные листья, они настолько его поразили, что он сел, сделал эскиз. И если присмотреться к Каринфской капители, она действительно очень похожа на вот эти удивительные растения с керамической основой. Поэтому будьте внимательны к окружающему миру. Я думаю, что там столько идей и находок для творческого человека. Правда? Да, именно мир даёт человеку идеи. Но надо просто быть внимательным, надо быть сосредоточенным на вот этих вот мелочах. И смотреть, насколько красота окружает нас, сколько прекрасного в этом мире. И ребёнок тоже должен на это обращаться. Ну, не должен, это слишком такое слово, а обязательно. То есть он должен присматриваться к миру, полюбить его, сделать частью своей жизни. Задача педагогов как раз пробудить интерес, чтобы это было не должно, а я хочу это сделать. Да, потому что глазки сразу загораются и сразу становится интересно. А потом, когда ребёнок уже понимает, что он сам может быть творцом, вот это вот очень такой момент, когда человек может вот этот вот сделать перенос. Потому что если человек талантлив в чём-то, он может быть талантливым и в других вещах. То есть он получает уверенность в себе, а это немаловажно, психологическую уверенность. А ещё немаловажно, если ощущается тесная связь семейная. Вот сейчас год семьи, и я в школе, у нас большой проект, семья, самые разные проходят акции и мероприятия. И я предложила ребятам принести частичку, такую семейную, какую-то маленькую, которая уже не нужна, но которую мы могли бы использовать для творчества. Я сейчас покажу две сумочки, которые мне девчонки сделали из старых вышивок. То есть вышивка, она, в общем-то, реконструирована, реставрирована. Мы её где-то отбелили, где-то поддержали цвет. Старая бабушкина вышивка, поддержанная современными материалами, стала очень интересной сумочкой. Это 14-летняя девочка, да? А вторая сумка, это вышивка, которая, мы её тоже реставрировали, реконструировали, поддержана суперсовременным материалом джинсовым. И, да, то есть мы включили в контекст джинсовой основы уникальную вышивку от подушки-думочки, да? И девчонка частичку бабушкиного труда будет теперь, наверное, носить достаточно долго. И самое интересное, это отзывы родителей. Ребёнок приходит и говорит, мне велено найти там реликвию, которая не нужна, но которую я бы сделал очень востребованной. А со стороны бабушки, представляете, к бабушке нужно прийти, с ней нужно посидеть. Она должна порыться, что-то там поискать. А ведь в поиске каждый кусочек этого вспоминания, да? Бабушка поделилась, ребёнок принял, и вот устанавливаются какие-то связи, правда? Да, связь как бы прошлого и настоящего, связь вот той культуры бабушкиной и культуры современности. Вот эта вот связь, она как бы должна поддерживаться, не прерываться в семье. Потому что люди как-то вот забывают о том, что они связаны между собой, иногда забывают. А вот в таких моментах как раз это всё и является продолжением. Вы знаете, иногда бывает достаточно дать в ребёнку в руки инструмент, которым работали бабушки. Вот в Клину девочек посадили за ткацкий стан. Ясно, что ткацкий стан в городской квартире – это вещь совершенно неприемлемая, да? Но когда я ребят познакомила вот с таким очень простым приспособлением, как бердо, и у нас на слайде потом тоже будет ещё один фрагмент, вот это очень простое приспособление с дырочками, через которое мы суперсовременную пряжу протянули. И очень несложный приём технологически рождает вот такую тесьму, которая просто ребёнок удивляется. Ну надо же, так просто, и вдруг в твоих руках рождается цветная ленточка, не покупная из магазина, да? А вот то, что, в общем-то, он сделал собственными руками. И сейчас у нас будет слайд. Это девчонку посадили за прялочку. Вот попробуй ты эту ниточку так, как это делала бабушка. Это была очередь, да? То есть каждой хотелось попробовать, а как же это происходило, и как это звучало. И я думаю, что вот выражение лица, оно, в общем-то, показывает, да? Да, конечно. Что это очень интересный процесс. И вот самое интересное, что любопытство, оно требует продолжения. Ребёнок сегодня посидел за прялкой, а завтра он возьмёт какую-то литературу и, я не знаю, поглубже окунётся в этот предмет. Правда? Да, конечно. Потому что вот первый интерес, он как бы зарождающийся, а потом идёт уже глубина изучения данного направления, данного творчества или декоративно-прикладного какого-то направления. То есть всё начинается с каких-то мелочей. И вот это вот чудо, когда создаётся изделие своими руками, это вот то, что является толчком к дальнейшему творчеству. Потому что человек получает возможность творить. Он как бы сотворец мира, сотворец каких-то прекрасных вещей. Вы знаете, девчонки, которые попробовали вышить маленькую подушечку к 8 марта, да, крестиком, и потом посмотрели на ту вышивку, которую дала бабушка, они поняли, как это трудно. То есть, ну, вышивка и вышивка. А тут вдруг, когда ты через свои пальчики пропустил вот сложность технологического процесса, ведь сейчас дети используют в основном клеевые какие-то приёмы, облегчённые технологии. Даже сравнивая учебники труда 50-60-х годов, мы видим, как упростился процесс. А ведь упрощаются технологии и упрощается сознание ребёнка. Он уже лишает себе возможности. Память пальцев – это речь, это очень многие навыки, которых ребёнок просто недополучает. Правда? Да, конечно. Потому что вот если это пропущено через руки у человека, то это остаётся практически на всю жизнь. Потому что руки, они связаны с мозгом, и они как бы вот закрепляют навык определённый через вот высшую нервную деятельность происходит. И мы, ну, я во всяком случае стараюсь детям дать больше практических навыков. Теория, естественно, существует как в любом направлении, но именно через память рук, через навыки такие практические. Потому что именно это даёт, ну, вот, именно это является и технологическим, и творческим процессом. Конечно. А вот ваша публикация, я тоже очень люблю этот журнал «Школа и производство». Как называется статья ваша? Украшение из кожи от замысла к воплощению. Вот хорошее, в общем-то, название. От замысла к воплощению. То есть и замысел должен быть рождён самим человеком, да? И творческое воплощение тоже собственное. И ваше украшение, это трудно для ребёнка? Надо ему преодолевать себя или всё-таки посильное? Ну, вы знаете, я уже, так как опыт достаточно большой, я пришла к выводу, что лучше давать посложнее. Потому что примитивные вещи, они себя не оправдывают. Простые такие, вот, как я называю, поделки. Надо как бы стремиться к более высокому уровню. И, ну, тут, конечно, надо учитывать индивидуальность ребёнка, само собой, разумеется. Чтобы зона роста какая-то была, стремление вырасти, да? Да, да. Но в то же время, вот, как бы, я стараюсь отсекать какие-то примитивные вещи, которые делаются быстро и не дают, как сказать, такого качественного выхода. Ну, я всегда детям говорю, что чем больше вы вложили, тем больше вы получили. Конечно. Потому что вложена энергия, она не пропадает. Человек, который будет смотреть вашу вещь, он увидит, сколько вы работали над ней, сколько вложено туда души, сколько вложено туда энергии, вашего таланта, ваших способностей. А простые вещи, они никому не интересны. А потом подарок будет оценён по достоинству. Да, по качеству. Вам не стыдно будет за то, что вы вручаете, я не знаю, да, близкому человеку? Да. А какие вещи вы делаете? В основном браслеты мелкие, да? Ну, в основном у нас браслеты, украшения. Делаем и картины из кожи. А давайте мы посмотрим. У вас несколько есть фотографий. Замечательные работы. Это детские работы? Да, вот это всё детские работы. Я знаю, что я уже видела эту картинку где-то. Расскажите о ней, пожалуйста. Ну, это вот сделала девочка уже, ну, можно сказать, достаточно взрослая. Ей 14 лет. Пазаян Гайны. Эта работа у нас известная такая. Восточный базар такой, да? Да, да. Это восточная такая тематика. Когда сейчас вот перед школой проходит осенняя ярмарка в Манеже, да, мы, у нас там бывают мастер-классы. И там есть растяжки, которые рекламируют детские работы. Вот эта вот работа была... И она стала эталонной, да, показательной? Да, она стала просто на растяжке, на растяжке эта работа. Вот. И у нас считается она такой вот знаменитой рекламированной. А вот предметы, которые вы берете, интерьерные, бутылки какие-то интересные. Да, вот это тоже как бы украшение интерьера идет. Сейчас я покажу наши бутылочки. Очень полезный опыт. Дело в том, что ненужный предмет вдруг становится очень интересным с точки зрения такой дизайна, да? Да, потому что здесь можно использовать фантазию ребенка в самых разных направлениях. Вот это у нас как бы цветочная композиция. Очень интересная. Да, она такая яркая. А кто делал работу? Это делала девочка моя, Иванова Юля. И лет сколько? Ну, это тоже взрослый ребенок, 14 лет ей. То есть у них в хозяйстве ненужных вещей не бывает? Не бывает, да. Мы все стараемся как бы использовать творчески. Папе подарить такую бутылку? Потрясающая работа. Вот это тоже работа интересная. Мы как бы использовали форму самой бутылки, а вот внизу там сделаны силуэты храма или города. Это все сделано из кожи, листья, вот эти вот ветки, часы, которые на этой бутылке. Это все кожаные как бы дополнения. Очень интересная работа. Эта бутылка тоже была лауреатом на выставке в Московском городском дворце детского и юношеского творчества. И вот следующий как бы вариант нашей тоже работы. Представляете, форма одна и та же. И у каждого ребенка она своя, своя, с характером, со своим образом. Да, это тоже Иванова и Юля. Мы просто здесь использовали дополнительный материал, там шнурки, бусики всевозможные. И текстиль какой-то, или это кожа тоже? Это кожа, да. Но она вот задрапирована в технике работы с кожей, называется жмурка или драпировка. Здесь, конечно, вот главное создать красивые такие драпировочные какие-то узоры. Замечательно. А потом это расширяет диапазон применения материала. Человек видит, что нет ничего лишнего, да? Каждый, ну не знаю, фрагмент может быть мазочком в его большой палитре, да? Да, можно как бы вот использовать самые различные предметы. Ну вот еще можно вот эту работу показать, тоже интересная работа. Это декоративное панно или тарелка? Это тарелка, да. Но здесь мы использовали еще вот возможности керамики. Вот это лицо, это вылеплено из керамики. И все это сделано шнурками в сочетании с ракушками. Замечательная работа. Да, главное здесь как бы выдержать правильно композиционное и решение должно быть, и цветовое решение. Удивительно органичная работа, ее что-то роднит скрыто-мекенской культурой. А вот мне кажется еще, Надежда Васильевна, стоит поговорить на тему образности. Вы так часто вспоминаете образ в работе, да, предварительный, какой-то эскизный образ. Это то, что делали всегда наши бабушки, да? У них в костюме образ всегда присутствовал. Либо это косуля, тогда у нее головной убор, рогатая кичка, да? Если это птица, то в тульском костюме это просто потрясающая пава. И все элементы костюма работали на этот образ. И купленный в самом модном дорогом бутике может быть безобразным, потому что он может быть безобразным. И вот эта эклектика, современное направление, соединить несоединимое, оно выгодно товаропроизводителю, но оно разрушает целостный образ носителя этого костюма. А вот у вас есть очень интересная работа детская, когда как раз и учим создать свой собственный образ, правда? Да, вот эта вот работа, мы называем это скульптура из кожи. Здесь как бы создан образ незнакомки, загадочный такой, несколько такой неопределенный. Все эти элементы сделаны из кожи, да? Да, здесь абсолютно все сделано из кожи. Здесь использованы разные техники, в основном драпировка как бы использована. Это ведь сложно технологически. Да. Какой возраст ребенка, который делал? Ну, это вот тоже та же девочка делала по Заянг. 14-летняя, да? И здесь и техники разные используются, и клеевой материал какой-то. Ну, то есть все драпируется с помощью там клеевых определенных техник. И дополнительные какие-то элементы есть, которые уже делаются отдельно в этой работе. Знаете, самое удивительное, ребенок 21 века создает образ, в общем-то, трепетный, такой барышней-крестьянки, да? Ну, вообще-то да, это вот такой вот образ, но он немножко такой неопределенный. Все-таки романтика присутствует, даже если мы меняемся, да? Вообще, стоит подчеркивать всегда в работе с детьми связь прошлого, настоящего и, может быть, даже будущего. Потому что рожденное руками ребенка чудо, если оно не востребовано, оно и ценится в меньшей степени. Если ребенок сразу сделал очешник, используя традиционное ткачество, да, он видит, что бабушка с этим очешником не расстается. Труд востребован. И вот девчонки, которые ткут у меня половички и делают из них модные сумки, а для мамы вдруг она оказывается самой нужной, самой востребованной. А коврик, который папа просто с руками отрывает и говорит, мне в машину нужно положить именно такую там подушку или коврик. Вот сейчас мы увидим слайд, здесь интересная подушка плетеная, она из лампасных лент. Папа военный, и девочка делала такую плетеную подушку как раз вот в подарок папе. Он сразу почувствует что-то родное и в то же время, да, рукотворное такое чудо. И еще один вариант ткачества в современном доме тоже может пожить достаточно интенсивной жизнью. Те же подушки, связанные крючком из остатков ткани или тканые дорожки, это все в принципе органично вписывается в любой современный интерьер. И наши девчонки, они с удовольствием из половичков, это проект был «Бабушкина дорожка», когда половики сначала ткутся, потом краятся, из них делается суперсовременный там пиджак, как допустим Оли. Или следующая работа, это тканая жилетка, вот вариант унисекс, джинсы, какая-то футболка или водолазка, и в то же время сразу какой-то нотка женственности, если вещь с душой сделана, правда? Да, конечно. И еще один слайд, это мой пиджак, который я очень люблю и часто его ношу, это тоже та же самая «Бабушкина дорожка». Очень красиво. И девчонки с удовольствием всегда работают с тканым материалом, который делают собственными руками. А вот скажите, пожалуйста, Надежда Васильевна, у вас девочки какие-то старинные рецепты используют? Или вы с современными клеями, с современными красками, с современными выставками в основном связаны? Ну, вы знаете, в основном прикрашение кожи, там вот кожу можно красить какими-то растительными, там травами всевозможными, вот если в этом только направление. А так, ну, в основном как-то технологии более современные, вот обработки кожи. Это тоже замечательно. Мы как бы используем те направления, которые используют современные художники, работающие именно вот по дизайну кожи. Вот расскажите, вы участвуете в выставках сами и очень часто на художественные выставки приводите детей. Что дает им общение с современным дизайном? Ну, это, во-первых, направление нужно как бы все время отслеживать, что сейчас модно. Потому что мода меняется, и в дизайне кожа она тоже меняется, и какие изделия сейчас актуальны. Вот когда я начинала работать, там в основном делали художники изделия с ожмуркой, вот драпировкой. Были какие-то достаточно простые такие вещи. Сейчас работают с жесткой кожей, используется вот техника гравировки. А давайте мы покажем разные приемы, которые используют дети. Вот мне так, вы знаете, такая взрослая работа, такая зрелая, грамотная. Да, но эта вот техника как бы по жесткой коже гравируется с помощью специальных инструментов. И здесь можно использовать самые различные как бы узоры такие, этнические узоры можно использовать. Вот. И техника вообще-то достаточно сложная, но доступная. Она сложна еще тем, что каждая линия здесь поет. И если немножечко ты ошибся, да, рука дрогнула, то рисунок будет испорчен. Такая уверенная рука и должен быть уверенный мастер. И мы делали работы в этой технике, но сейчас я немножко отошла от этого, потому что все-таки это достаточно трудоемко для ребенка. Вот, чтобы сделать хорошую работу, нужно много времени, терпения. Не всякий ребенок способен на эту работу. А вот вы часто используете, я вижу, очень красивые камни. Камни сначала выбираются и к ним уже дизайн какой-то разрабатывается. Или сначала кожа, а потом камень? Нет. Замысел всегда идет от камня. Потому что именно камень диктует все. То есть смотрится узор камня. Он центр композиции. Да, форма его, его как бы цветовое такое какое-то. Давайте мы покажем несколько украшений с камнями. Самое интересное, давайте. Камушин как называется здесь? Ну, вот это яшма. Яшма. И она как бы дополнена просто стеклянными какими-то вот работами, этими самыми. Ну, декором таким стеклянным. И идея здесь уже как бы вот разрабатывалась под этот камень. А сколько лет ребенку, который делал это украшение? Ну, это уже взрослая девочка у меня делала. У меня дети многие работают, занимаются по 6, по 7 лет. Это уже, ну, лет, наверное, 16. Вот это удивительное украшение. Давайте еще покажем. Очень красивое. Оно такое стильное. Ну, здесь тоже как бы идея идет от камня. Вот камень как бы поделен на две части, да? Здесь два цвета. Один более темный. От светлого к темному. Да. Дальше идет светлый. И разделено также вот на части само украшение. Оно как бы продолжает камень. И вот эти линии, которые на камне, тоже продолжаются на украшении. Вот в этом как бы идея этого украшения. Знаете, почувствовать душу камня, проникнуть в его суть и дать ему не так, чтобы не было перебора, гармоничное дополнение, это очень важно. Потому что когда человек начинает сочувствовать, сопереживать даже материалу, он, наверное, и к людям будет по-другому относиться. Да, конечно, потому что вот эта вот теплота камня, его красота, его такая вот доброта даже, можно сказать, она и ребенка воспитывает. Потому что камни разные. Я как бы рассказываю о камнях немножко, о их значениях, символах, называю их названия. У нас есть такие занятия, когда я рассказываю о различных камнях. Но работаем мы, конечно, с недорогими камнями, с яшмой в основном, но и потом на выставках отбираем уже какие-то вот камушки недорогие, поделочные, и потом создаем вот определенные украшения. И увидеть даже в недорогом камне какую-то изюминку, которую можно сделать очень дорогой. Да, вот я хотела бы показать вот эту вот работу, там вот, заколка, да. Это заколочка? Это заколка, да, вот там на втором плане. Она явилась как бы... В прошлом году девочка получила звание лауреата за эту работу, там, в сочетании еще с подвеской. Здесь достаточно простой узор, простые камни, но вот эта вот простота, она оказалась... Остросовременной и в то же время в духе традиции. Да, привлекательной, да, в духе традиции. И вот это ее полностью как бы идея, мы просто отработали ее как бы до конца. Детский дизайн, да? Да, да, детский дизайн. Вы знаете, очень важно, что дети работают и с природным материалом, потому что земля родила камень, человеческие руки дали ему особую ценность, да, в виде уже ювелирного украшения. И ребенок, который украсил себя своими собственными руками, он настолько тесно связан с природой, да, куда деться. Да, конечно, потому что это же все дает нам природа и камни, а красота уже она и человеком создается, и подсказывается самой природой. Да, это безусловно, конечно. Скажите, а самый маленький ребенок сколько лет вошел? Ну, это вот пятый класс, если вот я беру более ранний возраст, но я смотрю тоже по зрелости ребенка. Ну, там они делают такие достаточно простые там картинки какие-то небольшие. А вот центр детского творчества, это всегда масса самых разных специальностей. Кто-то бисер нанизывает, кто-то ткет там пояса. У вас есть связь с другими преподавателями, чтобы дети, может быть, взяли изюминку из другого ремесла и привнесли ее в ваше вид творчества? Ну, я сама преподаю еще рукоделие, и вот те дети, которые у меня прошли уже определенную школу подготовки, они потом переходят на кожу. Кроме того, у нас еще есть связь в каком плане. Мы иногда создаем совместные работы с педагогами других направлений. Мне кажется, это очень важно. Да, да. Вот с керамикой мы часто... Вот эта вот работа у нас была совместная, в которой вот тарелочка вот вы видели. Вы знаете, работать в коллективе очень непросто, потому что ребенок легче сделает самостоятельную работу, чем кому-то подыграет, где-то пойдет на компромисс. И умение устанавливать вот эти личностные отношения, даже вот в таком творчестве на начальном этапе, это в жизни ему очень сильно пригодится. Да, потому что вот это вот, он как бы привыкает к социуму, вот это вот общение дает возможность дальше вот эти навыки психологические использовать в социальной жизни. Конечно. И вот это вот совместное творчество и в коллективе, и с другими коллективами общения, все это дает как бы возможность развития для человека маленького. Знаете, работая с разными журналами, мне приходится слышать от редакторов такую фразу, сделать так, чтобы ребенок сам прочитал, сам освоил, сам все сделал. И мне хочется просто немножко оппонировать, потому что если ребенок может журналом подойти к маме, и вот хотя бы две минуты эмоционального контакта, мама, помоги, мама, расскажи, да, всегда очень важна связь со взрослыми. Вот вы с родителями поддерживаете какие-то отношения? Да, конечно, потому что родители, как бы они, являются поддержкой для ребенка, и если что-то у ребенка не идет, не получается, я как бы начинаю разговаривать с родителем, и стараюсь родителю показать ребенка несколько вот, как сказать... В другом свете, да? Да, в другом свете, насколько он способный, чтобы вот они его поддержали, чтобы они поддерживали то занятие, которым они... С уважением относились к тому, что он делает. Да, уважение очень важно. И когда родители уважают то, что делает ребенок, ребенок сам себя тоже уважает. Надежда Васильевна, время у нас, к сожалению, подходит к концу. Мне хочется, чтобы вы вот именно этим родителям сказали несколько слов. Нас миллионы смотрят, я думаю, что у нас есть что им сказать. Ну, я хочу, чтобы вот родители обращали внимание на то, чем занимается ребенок дома. И если он увлекся какой-то вот творческой деятельностью, поддержали его. Безусловно. Да, и эта поддержка должна выражаться не только вот материальными какими-то там покупками и так далее, но и искренним интересом. Конечно. Чтобы этот интерес постоянно поддерживался на протяжении вот всего того времени, когда ребенок занимается в каком-то объединении. Конечно. Вот. И самое главное, наверное, чтобы это вот, может быть, даже было и какое-то сотворчество с родителями. Это очень важно. Не обязательно участвовать там в том, что делает ребенок, но как бы вот поддержать его, похвалить и дать ему понять, что он тоже художник. Конечно. Вот. Что он творец. Маленький большой художник, да? Да. Что он умеет вот делать пока, может быть, не сложные вещи, но а потом там все это может перейти и на его будущую взрослую жизнь. Вот те навыки, которые он получает. Спасибо вам огромное. Вашему детскому центру я хочу подарить свою книгу «Рукотворные чудеса». Спасибо большое. А нашим зрителям я хочу напомнить строки Николая Заболоцкого. Два мира есть у человека. Один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил. Всего вам доброго. До новых встреч.